Автомобилистам Иркутска явно стало тесно на дорогах Так же, как и два водителя, выбравшие для дрифта площадью памятника в центре города Если так пойдет и дальше, пешеходам в Иркутске не останется места Здравствуйте, а есть ли место гастрономическим вольностям в меню школьников? Тему питания в учебных заведениях региона посвящено сегодняшнее наше интерактивное голосование Оно уже стартовало, вопросы номера телефонов в нижней части экрана Делайте свой выбор и смотрите выпуски Проверите изменить на фоне сразу трех взрывов бытового газа В России правительство страны намерено усилить меры надзора в этой сфере Какие трансформации грядут и готовы ли к ним Иркутская область, выясняем в выпуске Выпускают учеников, но боятся не найти выход из сложившейся ситуации Школа в поселке Алха находится в аварийном состоянии Сегодня узнаете, сколько подобных объектов в Иркутской области В Иркутске на нескольких улицах установят светофоры с голосовым сопровождением Это делается для слепых и слабовидящих пешеходов Насколько необходима новая система для людей с ограниченными возможностями Расскажем в программе Рассказ об умной тележке из американского супермаркета Педагогах из Питера и иркутских студентах Услышите сегодня Что их всех объединяет, поведаю в рубрике «Повесточки» Теперь о событиях дня подробнее Хотя уже не один день одна из главных тем Для обсуждения череда взрывов бытового газа в жилых домах нашей страны Сегодня такое ЧП произошло в Брянской области В нашем регионе газифицированы здания во многих населенных пунктах И горький опыт взрыва в зданиях тоже есть Однако, как показывает практика, долгосрочных выводов из подобных происшествий не делается Станут ли последние события исключением? Пытался разобраться Павел Желудев С виду этот четырехэтажный дом в Иркутске неотличим от других, если бы не одно Но четыре с половиной года назад здесь прогремел взрыв В одной из квартир произошла утечка бытового газа От полного разрушения здание спасла крепкая кирпичная кладка И хоть прошло немало времени, сейчас жильцы вновь мысленно возвращаются в тот роковой день С разных концов страны приходят сообщения о взрывах в домах Естественно, я прошел это испытание, как взрыв И потом этот долгий психологический отход, как ни странно Испытываю, ну как, скорбь и солидарность, я просто понимаю, что там еще и жертвы У нас-то вон только, и к счастью, соседи были на даче летнее время А в этой квартире, где ахнуло, никого и не было Другим городам страны повезло намного меньше 31 декабря в Магнитогорске от взрыва газа и последующего разрушения подъезда погибло 39 человек В городе Шахты Ростовской области двое Сегодня пришла новость о взрыве в Брянской области На ситуацию уже обратили внимание в Кремле Очередное совещание правительства страны началось с обсуждения именно этой темы Нужно проанализировать и общую ситуацию, и нормативные документы по газоснабжению Включая документы в сфере надзора Посмотреть на обязанности тех, кто отвечает за соответствующие услуги Обязанности управляющих компаний в этой сфере Как раз обязанности управляющих компаний в сфере газоснабжения жилых домов сейчас минимальны В Иркутской области коммунальщики лишь заключают контракты со спецорганизациями для обслуживания сетей При этом сами службы провести плановую проверку в домах порой не могут Собственники не впускают специалистов в квартиру Наиболее частая причина – люди боятся, что замена аварийного оборудования испортит ремонт Воздействовать на жильцов можно лишь с помощью судебного разбирательства Однако инициировать его службы, обслуживающие сети по закону не могут В отличие от коммунальщиков, но и тут все сложно Единственная возможность, допустим, как управляющей компании попасть в квартиру Это необходимо инициировать судебный процесс И, соответственно, судебный процесс, все это долго, достаточно и по времени, и затратно А учитывая, что только в Иркутске газом снабжаются 17 тысяч квартир Картина получается устрашающая Сколько среди общего числа потенциально опасных жилых помещений сложно даже предположить Сдвинуть ситуацию с мертвой точки пробуют с помощью нового законопроекта, внесенного в Госдуму В домах россиян предполагают устанавливать автоматические газовые сигнализации В существующей версии документ предполагает, что установка газовых сигнализаций будет происходить за счет средств из фонда капитального ремонта каждого региона Но как это будет выглядеть на практике, пока сказать сложно Тогда как обезопасить себя самостоятельно можно уже сейчас Стоимость датчиков для выявления утечки бытового газа варьируется от полутора до трех тысяч рублей И это небольшие деньги, ведь речь идет о человеческих жизнях Как будут реализованы уже прозвучавшие новые предложения, станет известно в ближайшее время И очевидно, что внеплановые проверки и ужесточение ответственности дадут свои результаты Но изменят ли они отношение людей к собственной безопасности, остается только догадываться Павел Жолдев, Владимир Пинаев, новости по будням Взрывы бытового газа для нашего региона все-таки явление редкое Чего не скажешь об авариях на дорогах И все чаще в них страдают дети Очередное доказательство ДТП, которое произошло сегодня на трассе в Ангарском районе Водитель легковушки выехал на встречку, где машина столкнулась с внедорожником Предполагаемый виновник происшествия погиб Во втором автомобиле все выжили, но медицинская помощь потребовалась годовалому ребенку Его перевозили без удерживающего устройства С начала года это далеко не первая авария, в которой пренебрежение правилами со стороны взрослых Привело на больничную койку детей В Усольском районе пострадала 14-летняя школьница Она ехала на тюбе, прикрепленном к машине Водитель автомобиля Тойоты решил покатать на тюбе несовершеннолетнего В результате маневра, поворот налево, тюб опрокинулся В результате чего несовершеннолетний получил различные повреждения И был госпитализирован Как установлено полицейскими, водитель автомобиля являлся тетей несовершеннолетней Пострадавшей в результате дорожно-транспортного происшествия Сейчас решается вопрос о том, чтобы привлечь женщину к ответственности Тем временем стало известно, что будет с предполагаемым виновником резонансного ДТП в Иркутске Оно произошло накануне 86-летняя женщина пыталась зайти в автобус, но замешкалась Водитель начал движение с открытой дверью Пенсионерка упала, а по ее ногам проехали задние колеса общественного транспорта 42-летний шофер с места скрылся, теперь за руль он сядет нескоро Судом принято решение лишить мужчину прав на год Также по факту происшествия начата досрочная доследственная проверка Самой пострадавшей предстоит длительное лечение У женщины открытые переломы ног Безопасность нового рода стала предметом горячих споров по всей стране Началось все с новых санитарных требований Появилась информация, что согласно им Теперь детям запретят приносить в школу еду из дома К моменту, когда Роспотребнадзор дал официальный ответ Обсуждения на эту тему велись уже повсеместно Оказалось, что весь сыр-бор возник из-за неправильной трактовки нового санпина Пока никто не запрещает приносить в учебное заведение пищу из дома И хотя проблема вроде как исчезла, тема для обсуждения осталась Ведь касается она многих жителей Приебайкалья Поэтому именно ей мы сегодня решили посвятить интерактивное голосование Спрашиваем, стоит ли ввести запрет на домашнюю еду в школе Если да, и на ваш взгляд дети в учебных заведениях должны питаться организованно Ведь в этом случае контроль за едой строгий И вероятность отравления сведена к минимуму А еда, которую ребята приносят из дома, никем не проверяется Зато попробовать ее могут многие И риск неприятных последствий велик Поэтому необходимо ужесточить правила в этой сфере Звонить по телефону в Иркутске 563 971 Если же ваш ответ нет, и вы уверены, что каждая семья вправе сама решать, чем кормить ребенка К тому же у детей бывает аллергия и те или иные продукты А значит, школьник может однажды остаться без еды Ведь готовить отдельно для него никто не будет К тому же не стоит забывать об отличии во вкусовых пристрастиях детей Которые при организованном питании не учитываются Набирайте 563 972 Результаты озвучим в финале выпуска Кстати, подобный опрос в нашем инстаграм-аккаунте показал 81% проголосовавших не одобряют запрет домашней еды в школе При этом один из основных аргументов Как для противников такой еды Высокий риск отравления Которые в образовательных учреждениях для нашего региона не редкость Многими еще не забыт торт с сальмонеллезом Которым угостили малышей и коллектив в одном из детсадов Иркутска А вообще, за последние несколько лет подобные случаи неоднократны И дело не всегда было в продуктах, занесенных извне Примеры из школ в следующем материале Первый тревожный звонок об отравлении школьников в этом десятилетии поступил из поселка Лесогорск Чунского района На резкую боль в животе пожаловались больше четырех десятков детей Многие попали в больницу с диагнозом острый гастроэнтерит Причина болезни оказалась в столовой, несогласованной по меню продукты Полтора года спустя в Братске произошла вспышка сальмонеллеза Среди пострадавших школьники-любители эклеров Образовательный общепит оказался не виноват Подвела городская кондитерская, в которой для крема использовали зараженные куриные яйца Еще через год снова Лесогорск, школа-интернат 21 ребенок госпитализирован с диагнозом дизентерия Причину искали совместно полиция, прокуратура и Роспотребнадзор Практически тем же составом пришлось расследовать ЧП в Иркутске в декабре 2014 года В одной из школ признаки острой кишечной инфекции проявились у более чем 80 учеников Источник заразы был обнаружен в бутилированной воде для диспенсеров Фирмы-поставщика подвергли проверкам и административному наказанию Опыт показывает причины массовых отравлений в школах С одинаковой частотой специалистам приходится искать как внутри образовательных учреждений, так и за их пределами Валдоробакова, новости по будням Что можно найти внутри образовательного учреждения? Учеников, классы, парты, а еще целый ворох проблем Единственная школа в поселке Алха Шелиховского района находится, если не в критическом, то уж в удручающем состоянии точно Почему здание с почти вековой историей до сих пор эксплуатируется, выясняла наша съемочная группа Улыбки в школах – дело привычное во всех, кроме этой Когда смотришь на здание в поселке Алха Шелиховского района, хорошее настроение исчезает само по себе Школа была построена еще в 1930 году, но и сегодня дух того времени здесь повсюду – в классах, коридорах, в санузлах Если обычная школа начинается со сменки, то школа в поселке Алха вот с такого умывальника Дети открывают кранчик, моют руки, закрывают его, а потом технический персонал с помощью ведра добавляет сюда воды 2019 год на дворе В школе обучается 350 детей, все они вынуждены ютиться в небольших классах В здании нет библиотеки, отсутствует актовый зал, а вот спортивный в наличии Правда, заниматься физкультурой здесь могут только младшие классы Учителя боятся, что пол не выдержит детей постарше Все эти проблемы стали поводом для обращения жителей поселка в законодательное собрание региона Во время рабочей поездки, которая прошла сегодня, председателю парламента Сергею Соколу доложили, что проект новой школы уже готов Его цена составила около 3,5 миллионов рублей, и это лишь малая часть тех расходов, которые легли на местный бюджет Сейчас мы еще пойдем получать экологическую экспертизу, смертную экспертизу, техническую экспертизу Ну это еще примерно от 500 до 2 миллионов рублей, в зависимости от сложности работы Это у нас только школа, как вы знаете, мы школу не имеем права строить на подвозной воде, то есть это только централизованная вода Это опять же затраты на проект линии водоснабжения и строительство самой линии То есть это вот еще дополнительный объем работы, причем это все не будет входить уже в программу по строительству школы Это мы должны искать где-то деньги дополнительно В Шелиховском районе все эти деньги удалось найти, но ведь и муниципалитет вполне можно назвать богатым Гораздо сложнее ситуация на севере региона, там тоже нужны школы Вот только денег на разработку проектно-сметной документации в местных бюджетах нет А значит нет и новых образовательных учреждений, и это лишь одна из множества проблем Вот вдумайтесь только в эти цифры, треть школ в Иркутской области, вот в нашей богатой Иркутской области не имеют теплых туалет Сейчас мы еще туалеты здесь посмотрим, но на северах там минус 50 градусов, сейчас вот мы разговаривали с Устерлинском Минус 50 градусов, дети ходят на улицу А для того, чтобы вообще полностью по области решить вопрос с теплыми туалетами, нужно потратить 400 миллионов рублей Из 15 миллиардов оставшихся на счетах Нам говорят, что надо экономить деньги правительства, а вот они сэкономили, у нас 15 миллиардов при цифре Получится ли за счет региональной казны помочь муниципальным бюджетам в вопросе разработки проектно-сметной документации Будут обсуждать в ЗАГС собраний региона, ведь школы и детсады нужны везде, а не только там, где на них есть средства Евгений Шоев, Виталий Перетолчин, новости по будням Работа по преображению школ далеко не все, чем предстоит заниматься в области в 2019 году Модернизировать железную дорогу не менее важная задача, тем более, что проблемных участков в регионе хватает Кругобайкальская железная дорога является одним из самых загруженных направлений в области С каждым годом желающих проехать по берегам озера все больше Только за 2018 и там прошло 120 поездов Такая нагрузка отражается на качестве полотна Трудности добавляет и геопозиция магистрали Байкальских хребет Один из самых сейсмически неустойчивых участков региона В прошлом году завершены работы по приведению в порядок наиболее сложных участков Однако по-прежнему остается актуальна еще одна проблема Камни, падающие со скал На установку новых защитных сооружений уже потрачено 150 миллионов рублей И работа будет продолжена Ведь на кону безопасность пассажиров и тех, кто работает на путях Также постепенно решается вопрос с происшествиями на железнодорожных переездах А именно авариях с участием машин Еще недавно это была одна из крупных болевых точек Ненамного снижается количество ДТП Мы в 2017 году отмечали 10 таких событий А в 2018 году 9 событий Все они сопряжены с грубейшими нарушениями, которые допускают водители Транспортных средств Необходимо обезопасить пересечение железнодорожных линий автотранспортным За счет строительства путепроводов Для того, чтобы развязать железнодорожное движение и автомобильное в разных уровнях На всех уровнях обсуждают проблемы доступности городских объектов для инвалидов Что именно делают в Иркутске для большего комфорта людей с ограниченными возможностями И все ли идет на пользу Сегодня мы выяснили в ходе эксперимента Для незрячего человека перейти дорогу без звуковых сигналов не составит никаких проблем В отличие от пешехода слабовидящего Это на собственном примере готова подтвердить иркутянка Марина Николаева Она представитель Всероссийского общества слепых Из своих 38 лет женщина уже почти 9 слабовидящая И для нее перейти проезжую часть – настоящее испытание Однако на некоторых дорогах эти трудности вскоре останутся позади Например, здесь на пересечении улиц Ленина и Тимирязева Установят светофоры с голосовым сопровождением Это безопасность, во-первых, в первую очередь А во-вторых, ну это удобно, это комфортно То есть человек получает больше удобства и передвижения по городу То есть у него расширяется диапазон, так скажем, его передвижения Светофоры получат голоса также на остановках Юность, поселок Энергетиков И на перекрестке улиц Ленина и Горького Однако по ходу нашей съемки выяснилось На последнем адресе отсутствие звуковых сигналов далеко не самая большая проблема А здесь вот окончание пешеходного перехода, дебры, прямо вот упирается в стол То есть для слабовидящего человека это будет очень сложно И опасно Сократить сложности слабовидящих призвано и еще одно изобретение Его начали внедрять в областном центре чуть больше двух лет назад Помимо светофоров практически на каждом переходе города установлены вот такие вот тактильные плитки Созданы они для того, чтобы направлять слабовидящего человека непосредственно к пешеходному переходу Председатель Всероссийского общества слепых обращает внимание на правильность укладки Этот момент очень важен В 2016 году на одном из перекрестков Иркутска слабовидящие столкнулись с тем, что плитки уложили неверно И они дезориентировали людей Еще один важный аспект – чистота плитки К сожалению, не везде, не в каждом районе Да, они хорошо чистятся, особенно это касаемо зимы Потому что ее, во-первых, не видно Ну и, во-вторых, она скользкая очень Выводы после сегодняшней проверки неоднозначны Инфраструктура для людей с ограниченными возможностями в Иркутске есть Но она нуждается в доработке Именно поэтому уже сейчас, например, готовится расширять перечень пешеходных переходов На которых установят говорящие светофоры В первую очередь они появятся около школ и детских садов Данил Седов, Марина Минченко, новости по будням Кстати, именно школам посвящено наше интерактивное голосование Принять в нем участие приглашаем всех телезрителей Сегодня спрашиваем, стоит ли ввести запрет на домашнюю еду в школах Если да, звоните по телефону в Иркутске 563-971 Если нет, набирайте 563-972 Итоги подведем в финале выпуска Каждую машину с радостью встречают в приюте для животных Если собаки ждут от гостей совместных прогулок То сотрудники помощи в пристрое постояльцев Ведь после новогодних праздников в вольерах просто не осталось мест для новых бродяжек Тему продолжит Лада Рыбакова Именно так выглядит лавина собачьей радости Волонтер Евгения Аббакумова переживает ее дважды в неделю Когда приезжает в приют, но и поводок, чтобы выгулять псов После Нового года на эту процедуру уходит практически весь день Ведь постояльцы в каждом вольере Собачье общежитие переполнено Но отказать кому-то из потеряшек или подкидышей В возможности побегать и поиграть девушка не может Изначально мы приехали просто с сестрой привезти крупу мясное Просто посмотреть, помочь И когда погладили одну собачку, вторую, третью И просто уже сами стали по ним скучать Когда они видят машину, скачут уже, поднимается такой лай И ты понимаешь, что они тебя ждали все это время Все время заняты сотрудники приюта На 200 с лишним собак всего 4 человека Рук хватает только на то, чтобы съездить за продуктами, накормить, почистить вольеры Жизнь в приюте поддерживают За счет добровольных пожертвований горожан И средств фонда «Вольное дело» Олега Дерипаски Когда постояльцев, как сейчас, скапливается слишком много Здесь не отказываются от продуктовых подарков Круп или мясной обрези И никогда не откажутся от добровольных помощников Самое главное – это люди Они здесь нужны, как никогда Причем нужна не только женская сила Как здесь чаще всего все волонтеры, девушки в основном Нужна еще и мужская, кто сможет отдолубить лед у вольеров Там где-то какие-то подправить, убрать, почистить Это все-таки мужчинам гораздо легче делать, чем девушкам Приехать в приют может любой желающий И стать другом по прогулкам, либо волонтером А может и вовсе новым хозяином Только в этом январе семью обрели 9 щенков Среди них трехмесячный Балу Он уезжает в новый дом сегодня Хозяйка обещает регулярно отчитываться Сотрудникам приюта о здоровье песика И обеспечивать ему все, что необходимо Любовь, конечно, еду, заботу, ласку Гулять с ним будем, да? Вообще бы всех забрала Они все очень красивые И очень жалко, что у них у всех есть семья Попасть в семью, возможно, суждено не всем постояльцам приюта Но шанс на кусочек собачьего счастья есть у каждого Чем больше людей неравнодушных, тем веселее жизнь в собачьем общежитии А чем больше ответственных хозяев, тем меньше нужно мест в приютах Не будет брошенных и беспризорных И вольеры просто не понадобятся Лада Рубакова, Виктор Черкашин, новости по будням А вот кому уже повезло, так это нашему юному телезрителю Николаю Дроздову Молодой человек выиграл подарок от медиахолдинга НТС И награду, наконец, нашла своего талантливого обладателя Николай и его мама забрали сертификат на 10 тысяч рублей Потратить который можно на отдых на курорте гора Сабалиная Напомню, мальчик стал победителем конкурса «Зажигаем новогодние звезды» Участникам необходимо было записать ролик с необычным поздравлением Николай занимается вокалом, поэтому чем удивить телезрителей, он знал сразу Изначально определить, кто из финалистов больше других достоин победы Должно было голосование в нашем инстаграм-аккаунте Но в один далеко не прекрасный день некоторые участники начали накручивать лайки В итоге судьбу приза определила фортуна Мы еще раз поздравляем Николая и напоминаем, что это далеко не последний конкурс От программы «Новости по будням» Отличные новости из Латвии Семен Павличенко выиграл этап Кубка мира по санному спорту Брачанин показал лучший результат по итогам двух заездов Вторую ступень пьедестала также занял представитель России Трудно представить хоть одно крупное соревнование по стрельбе без побед наших земляков А вот и подтверждение из Словении Там отличился иркутянин Артем Черноусов На международных состязаниях по стрельбе из пневматического оружия Он завоевал три медали – два золота и серебро Достойно показала себя и надежда колода Уже на всероссийских соревнованиях Иркутянка заняла третье место в стрельбе Из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров Сразу несколько дистанций покорили представители Прибайкаля На чемпионате Сибири по легкой атлетике Наши спортсмены завоевали 18 медалей Горсть наград взяли бегуны Также хорошо показали себя легкоатлеты региона В прыжках в шестом, толкании ядра в семиборье Алена Полоненко, новости по будням Сегодня 15 января и это по праву день иркутских космонавтов А все потому, что полвека назад стартовал корабль Союз-5 Поднявши на орбиту экипаж Командиром которого был родившийся в Иркутске Борис Валентинович Волынов И именно в этот же день в столице нашего региона На свет появился будущий покоритель космоса Анатолий Алексеевич Иванишин Другими интересными весточками со всего мира Готова поделиться Юлия Горзова Всем здравствуйте! На днях в мире отмечали день спасибо Слова благодарности обычно можно услышать после оказания какой-либо помощи Вот о ней сегодня и поговорим Гуманитарный склад студенческой взаимопомощи Открылся в Иркутске Инициаторы молодежь Не хватает стипендий на покупку концтоваров Одежды или порой питаешься только лапшой быстрого приготовления Тогда можешь заглядывать по выходным на склад Ждут там и те, кто хочет помочь Принести что-то нужное для ребят Уже собрано более 50 килограммов одежды И это не предел Делила радости и горести со своим пушистым другом Брачанка А теперь пират пропал Восьмилетний пес убежал из дома в начале декабря И вот уже месяц пенсионерка не находит себе места Она лишилась не только охранника частного дома, но и друга Женщина просит земляков помочь и разыскать его За информацию гарантирует вознаграждение Брачанка верит, что эта история будет со счастливым концом Счастливые улыбки были на лицах педагогов и директоров школ в Санкт-Петербурге А все потому, что они сделали доброе дело Помогли очистить территорию учебных заведений от снега Причем добровольно В течение двух часов наводили порядок А заодно вспомнили детство Субботник удался И с чувством выполненного долга Педагоги отправились готовиться к предстоящей четверти И на финал я подготовила весточку о технологичной помощи Американская компания разработала умную тележку для супермаркетов Она может сканировать и распознавать продукты Затем встроенные весы самостоятельно определяют, сколько вы чего взяли Еще и рецепт подскажет Также корзинка может сообщить, где какой продукт в супермаркете лежит Построить маршрут А в завершении прогулки по магазину клиент оплачивает продукты При помощи установленного в тележке терминала Экономия времени и нервов, чтобы не стоять в очередях Вот и все на сегодня, до встречи И в завершении выпуска подведем итоги интерактивного голосования 20 телезрителей считают, что в школах необходимо ввести запрет на домашнюю еду А вот 329 человек придерживаются противоположной точки зрения В любом случае, пока все остается по-прежнему Ну и на сегодня это все До новых встреч на нашем канале И помните, мы всегда вместе с вами Субтитры создавал DimaTorzok